здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любами а значит у нас с Колей гостя на нашей кухне у меня очередной для вас рецепт я хочу спросить Коля ты с нами еще бы конечно с вами хитренький как пангутский почему он с нами потому что у нас сегодня беляши с мясом дорогие мои что может быть вкуснее домашних беляшей с мясом да еще приготовленные бабушкой или мамой да конечно же ничего правильно ну что ж давайте приготовим значит что мне понадобится у меня есть 300 миллилитров тепленькой водички вот она 200 миллилитров молочка тоже тепленькая есть сюда же я раскрашу 40 грамм дрожжей прессованной дрожжи вот такие вот свеженькие свеженькие вот так вот сильно никуда не сейчас разойдутся водички есть чайная ложка с горкой сахара и сейчас я это так немножечко перемешаю чтобы дрожжи растворились совсем чуть-чуть слегка вот так вот сахарком все сладенько все хорошо вот теперь сюда же сюда же добавляю одно яйцо но для начала так немножечко его разобью вот чтобы желток разбился есть добавила все значит яйцо комнатной температуры ничего холодного у меня нет вот так все перемешиваем но так как у меня это мисочка маленькая это вам показала жидкость да вот как оно все я беру миску побольше сейчас все перелью потому что даже не рассчитала немножечко перелила есть теперь мне будет проще так вот его перемешать появляются такие булечки этой дрожжи работают сахарком подружились ну и соответственно видите вот прекрасненько все пошел арматик дрожжей коля ты слышишь аромат дрожжей я вижу бурю в стакане миски бурю да есть теперь буду добавлять частями уже просеянную муку значит сюда пойдет где-то килограмм кило 100 муки это соль пока отложу в сторону частями отправляю сейчас половину перемешиваем потом буду еще добавлять на рынке бабуля горячие беляши горячие беляши бабуля а чем они у вас зато горячие значит смотрите когда вторую часть если у меня было 600 грамм отмерено муки выступал а теперь я вот отправляю соль чайная ложечка соли дала немножечко дрожжам пора подружиться с сахаром и добавляю еще муку опять же сколько всего муки я коля сказала и где-то пойдет килограмм даже кило 100 может но я вам покажу как вы должно быть тесто мука у всех разные разные производители разная мука потому надо ориентироваться по тесту мы приблизительно так знать ориентир вот смотрите вот так вот видите вот тесто хорошо бульки идут прекрасно все вот есть добавляю еще тесто еще такое знаете вот я сейчас перемешиваю она тепленькая вот есть пахнет конечно дрожжи дают о себе знать оставила там так 100 грамм значит оставлю 100 грамм и думаю что она используется еще раз все хранить перемешиваю вмешиваю полностью всю эту муку мы ждем ждем тесто хорошенько вымесила посмотрите вот так вот добавляю 4 столовые ложечки растительного масла вот и сейчас еще раз хорошенько хорошенько все перемешаю вымешиваю короче сделаю такое хорошее тесто так смотрите вот такое тесто должно быть вот липкая ну от рук отлипает как бы ему не хотелось значит больше не надо вот видите липкое тесто ни в коем случае не забиваем где-то 50 грамм муки у меня еще осталось было значит килограмм 150 осталось короче рассчитываем на килограмм вот так значит накрываю пленочкой ставлю в тепло на час за это время пока подойдет в два в три раза будем видеть как тесто сработает за это время я подготовлю начиночку и все вам покажу а пока ждем и так дорогие мы тесто наше готово осталось делать начиночку значит фарш перекрутила 700 грамм фарша свиной фарш вот самолично перекручивала большая луковица очень большая одна если средняя можете даже 2 меленько вот нарезала не стала перекручивать я думаю так вот лучше есть теперь значит будем солить перчить как говорят по вкусу потому что у разного у каждого свой вкус но я на вот это вот все положу чайную ложечку соли такой с горкой 1 третья даже меньше перчика души душить как черный молотый и чесночка тоже 1 3 специи добавляйте все которые вы любите по своему вкусу все что вы хотите чесночок ты сухой сухой да сухой чеснок да хорошо есть теперь это все хорошенько сейчас перемешаю хорошо хорошо все между собой объединилась все ингредиенты после смерти хорошие свиньи попадают в сырокопченую колбасу а плохие домашний фарш ты что цеты бешенчо продумать коляны мух значит смотрите вот так вот перемешать и ну желательно конечно дорогие мои это все перемешать рукой как бы это ни было чтобы это не было чтобы кто не говорил рукой но прежде у меня здесь холодненько водичка но не с морозилки но холодно я так буду вот добавлять на глаз ваш должен быть такой слегка жиденький чтобы начиночка получила сочной вот надо добавлять вот смотрите вот так хорошенько хорошенько перемешают и покажу в итоге у аромат обалденный покажу в итоге какой должен быть фарш так смотрите фарш должен быть вот такой вот видите вот не комочком а такой жидковатый слегка значит если у вас фарш будет свинины галядины и если свинина даже допустим свинина не сильно жирная постенько добавьте фарш пару столовок кроме водички пару столовок 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 пару столовых ложек растительного масла тераплюсь очень потом стало разогваливаться времени ждет вот так начиночка наша готова значит сейчас смотрим что у нас получилось тесто а тесто у нас у нас получилось шипарнейшее благодаря дрожжам и теплу и хорошему настроению значит смотрите вот оно вот такое воздушное тесто отличнейшие вот обратите внимание вот оно такое немало будет нет оно сейчас присядет нормальненько у меня в мисочке вот так вот растительное масло без него никуда никакой больше муки только растительное масло вот так вот аккуратненько отсоединяем от этой большой миски смотрите как она сначала так слегка как будто баросердится и присядет но ничего страшного поля тоже нас бывает сердится потом быстро успокаивается когда мы снова ничего нет вот таким вот образом смотрите тесто вот такой нежные но так как она у меня в миске я буду с ним работать прям с миски значит понятное дело что колобок вы с него не сделаете потому в будем делать сейчас еще вот так руки хорошенько такие вот шарики сразу немножечко подкатываем удушающее движение да вот какие вы хотите видеть ваши беляши сильно большие маленькие средние доска смазанная растительным маслом делаю вот такие шарики отрываю прям и вот так вот потому ждем делаем заготовочки и так дорогие мои тесто я разделила значит смотрите вот накрыла так в пищевой пленочкой но она вот первые эти так подходят делала больше меньше но это как я всегда говорю это домашняя кухня кому большой кому маленький значит из этого теста получилось 24 заготовочки обычно получается 28-30 но немножечко больше меньше не страшно главное чтобы вы знали если ваш семья маленькая то делайте пол порции это самое главное значит чугунок или казанок самый маленький который мне есть потому что чтобы поменьше масла налила масло масло поставила на огонь надо его так хорошенько накалить а я за это время покажу как я делаю очень легко и просто буду делать по одному по два и сразу обжаривать вот она смотрите вот такое нежное тесто но прежде опять руки у масла и стесняемся берем это тесто воздуш прям воздушное растягиваем и выкладываем начиночку вот так вот если сильно большой вот этот вот же колобок значит побольше будет начинки и больше будет бляшек вот так вот собираем все кружочек вот таким вот образом движением как будто бы закручиваем вот хорошенько потом слегка придавляем и смотрим возможно где-то может разойтись обращать внимание все это залепили вот заготовки я не делаю потому что тесто такое очень нежное я сразу буду его как сказать жарить во фритуре я жарю во фритуре можно конечно на сковороду налить масло но масса должно быть побольше как на чебуреки жарите и так же жарить значит разогреется проверю я палочку я думаю что еще не успела конечно разогреться нет потому я немножечко подожду и ждете вы когда разогреется покажу как я обжариваю а пока итак масло готово отправляю но обратите внимание никаких дырочек нигде не делаю вот так вот обжаривать буду на среднем огне сейчас вот поднимется прикручу и буду за румяного цвета в двух сторон и так смотрите два уже у нас получилось вот они или сюда ближе ко мне смотрите какие не надо к тебе ближе ко мне сначала таки как будто бы тверденький знаете как будто сиди открою стучит но они сейчас отойдут и так я обжарю все и покажу вам что же я сделала что получилось итак дорогие мои вот такая гора или как мультики говорят как две горы беляши у нас получилось смотрите фаршик все пошло все распределила тесто все 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 значит знаю спросите масло куда девать честно говоря не знаю куда куда вам его девать я еще завтра возможно еще пирожки пожарю а нет ну придется если животным в корму да да если нет ну значит вылетишь тогда не готовить пляши тут уже выбирать вам значит ну что ж которые верхние такие вот сейчас коля давай я хочу показать какие они хрустящие когда я кушать горячими ближе ой люба течет сомнитель не кота какого кота ну того что ты за хвост тянешь дорогие мои ну я видите сок полился значит горячо но покажу вам я наверное нашел хоть это неправильно смотрите такие сок а так соки не течет вот такие смотрите они будут серединке вот видите все еще парит аромат обалденный мясо много вкусные не могу передать мы все уже когда зажаривали сколи добавили немножко укропчик прожили бы вот так вот жизнь устроена копишь копишь на бмв на айфон потом бац не сдержался и купил беляш на остановке я хочу сказать что смотри я кушала ты кушала но горячо что мы в конце добавили еще укропчик а потому вы добавляйте свои специи готовьте это очень вкусно порция очень большая все смотрите какие здоровенные и больше и меньше как вот говорят ловись рыбка большая и маленькая так у меня делайте беляши и большие и маленькие все что хотела сказала рецептом поделилась готовки если понравился рецепт я думаю что это вкусно всем нравится мяскор потому пожалуйста заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайк если не жалко пишите комментарии а самое главное будьте все здоровы будьте счастливы мирного неба и вам и нам и всему всему миру мы во всех обнимаем и всегда ждем до свидания